Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдания Дайни Зерманис. Добрый день. Добрый день. Да, вот мы в свое время рассказывали о замечательной книге, вот, ну, по существу, я бы сказал, об истории экономики. Вот сейчас вышла еще у вас одна книга о замечательном человеке Николай Нелленде. Я считаю, что он незаслуженно забытый. И я думаю, что люди старшего поколения наверняка его помнят, может быть, помнят вот последние годы его жизни, когда он активно принимал участие вот в конференциях Балтийского форума. На самом деле он, мне кажется, был прекрасный, я бы сказал, выдающийся дипломат, и, кстати, который внес очень большой вклад вообще и в независимость Латвии. Ну, наверное, это одна из тех имен, которые были незаслуженно забыты. Я думаю, что это вас, наверное, и побудило написать эту книжку. Да, понимаете, я думаю, даже если, скажем, выйти на улицу и встречных там людей спросить, да, вы знаете такого Николая Васильевича Нелленда? Я думаю, что из тысячи, может быть, там найдется парочка, которая скажет, да, мы знаем. Но он ушел из жизни в 2003 году, уже прошло где-то уже 16 лет, да, но я думаю, что это, конечно, незаслуженно. И мне вообще как-то обидно, я человек, который полжизни прожил в советской Латвии, да, и когда все там одной краской молюет, да, что там якобы мы были только под диктаторским гнетом, да, и у нас там не развивалась ни наука, ни культура, ни дипломатия. Ни дипломатия, кстати. Это меня задевает, да, и я думаю, что и в это время были выдающиеся личности, которых мы не вправе предать забвению. И один из них, конечно, это Николай Васильевич Нелленд. Ему равных во внешней политике и дипломатии не было, по-моему, в послевоенной Латвии, то есть я имею в виду и советский период, и вот этот наш период независимости уже тоже. Ну, я так понимаю, что, в принципе, может быть, чуть-чуть напомните нашим радиослушателям о вкладе самого Нелленда, да, вот в эти процессы, он ведь тоже выступал с трибуны, и тоже долго, так сказать, может, и сейчас вспоминает, и Балтийский путь, чего только не вспоминает, но вот этот период… Да, понимаете, у нас, может быть, тоже как-то так иногда акценты ставятся, может быть, не совсем правильно. У людей может создаться мнение, что вот это как раз благодаря Балтийскому пути Латвия и другие прибалтийские республики стали независимыми государствами, да. Отнюдь нет, это ведь всё решилось в Москве на съезде народных депутатов, да, и там, ну, далеко не простая была борьба, потому что были и, конечно, были, ну, как бы, где-то, может быть, половина депутатов настроена благосклонно, да, к этим стремлениям к независимости прибалтийских республик, а была и группа депутатов «Союз», которая ни в коем случае не хотела с этим, так сказать, мириться. И там, ну, этой комиссии, которая была создана по, ну, как сказать, не исследованию, но по разбирательству, да, факта Молотова-Риббентропа, да, который руководил Александр Яковлев, да, один из самых таких ярых, да, поборников перестройки. И вот в этой комиссии работали трое наших латвийских депутатов. Это Маврик Вульсон, это Николай Нейланд, это Ивард Кесберс. И об этом сейчас практически не вспоминают, да. Да, и знаете, вот, ну, там вот это всё в книге есть, да, там, там показано, как это не просто всё было, да, и всё-таки, ну, как говорится, наша взяла. И только когда была доказана неправомерность, или как это, юридическая недействительность этого пакта Молотова-Риббентропа, да, и то, что из него там следовало, да, это разделение сфер влияния между Советским Союзом и фашистской Германией, да, вот только тогда, ну, стало, так сказать, возможно, законным образом, да, безмирным путём, да, выйти, да, из Советского Союза. Это вот очень хорошее замечание, потому что, ну, понятно, что чем дальше вот мы уходим от тех или иных исторических событий, тем больше какие-то мифы, попытки переписать историю. И сейчас действительно говорят, там, не знаю, что чуть ли не там ненародный фронт и Балтийский путь обеспечивают независимость, а на самом деле те события глобальной политики, да, о которых мы все знаем. Ну, это, конечно, это всё решалось в Москве. И мы ведь тоже, может быть, уже кое-кто забыл, что ведь высшая награда Латвийской Республики, да, Орден Трёх Звёзд был вручён и Борису Ельцину, и Александру Якулеву, да. И я только думаю, что вот… После, фактически, тем самым признали их заслуги, да? Да, да, ну, это, конечно. Конечно, но вот я думаю, что заслужил и, как ему было, Ковалёв, Ковалёв, но… Да. Ими забил, но что… Который как раз нашёл вот эти приложения, секретные, да, приложения к пакту Молотова-Риббентропа, да. Он тоже, по-моему, заслужил Орден, потому что это благодаря ему это уже, так сказать, ну, пошло. Ну, интересно, вот вы сейчас упомянули о пакте Молотова-Риббентропа, это, наверное, тема отдельной беседы, но вот сейчас как раз мы знаем, что поскольку исполнилась эта круглая дата, 39-й год, сейчас 2019-й, то Российское Министерство обороны выложило вот эти вот все пакты без комментариев. И, как обычно, есть много мнений, да, историков, политиков, дипломатов по поводу вот этого пакта Молотова-Риббентропа. Многие считают так, что да, это, может быть, было, ну, мягко говоря, не очень красиво по отношению к независимым государствам за их спиной решать вот их судьбу, да, вот я имею в виду секретные протоколы. С другой стороны, многие говорят о том, что да, это цинично, но таково было то время. Мы не можем в 2019 году оценивать вот события 39-го года вот нашими стандартами международного права и так далее. Тогда было такое время, тогда в Европе было большинство вообще авторитарных режимов, и вот Вторая мировая была практически неизбежна, и каждая вот из этих ключевых стран пыталась вот каким-то образом эту границу от себя, там, не знаю, как-то отодвинуть, да, вот как вы это оцениваете? Вы знаете, там, по-моему, два этапа, да? Да. Где-то вторая половина 30-х годов Советский Союз очень много и усердно, в порядке дипломатических усилий, да, работал, чтобы создать какую-то, ну, более-менее коллективную, что ли, преграду, да, для экспансии гитлеровской Германии. Но ни Великобритания, ни Франция, ни Польша, да, это не поддержало. И тогда наступил второй этап. Раз так, как говорится, каждый за себя и Бог за всеми, за всеми, да, тогда и Советский Союз, как говорится, плюнул и стал действовать уже прямо, так непосредственно, чтобы отодвинуть войну уже своими усилиями. И там тоже несколько этапов, ведь если мы, хорошо, это 1939 год, 23 августа, да, это вот подписывается соглашение между Германией и Советским Союзом. Но эти протоколы, потом их ведь только, там, по-моему, несколько раз эти дополнения были, да, это 25 сентября, вот эти как раз опубликованы, а 28 сентября, вот эти до сих пор и в Москве не опубликованы. А там как раз было вот это разделение этих сфер и то, что... Эти не опубликованы до сих пор, да? Потом последовала нота, так сказать, и Латвии, да, что давайте договор о базах, да, а потом в 1940 году уже июнь, повторно нота, давайте дополнительный контингент войск, да. Но что интересно, нам Николай Васильевич Нейланд, он был нам преподаватель на Истфаке и читал курс новейшей истории Швеции. Да. И это было 67-й год, и он нам, студентам, не побоялся сказать, да, он, видимо, был в курсе, он изучил этот материал и знал, что вот такие ноты были. То есть даже тогда он это сказал. Да, не побоялся, да, и что был и в отношении Финляндии такой же вариант был, да, или добровольно, или уже тогда военным путём. И, конечно, можно понять в Советском Союзе, что граница с Финляндией была 50 километров от Ленинграда, да. Конечно, это очень опасная ситуация. Но то, что Советский Союз подготовился, да, и был уже кабинет новый, дружественный Советскому Союзу, сформирован, да, с этим Отто Кусининым во главе, да, такой коммунист финский был, да. Ну, это тоже, ну, как говорится, это на случай, если в Финляндии согласится, ну, а если нет, то уже военный путём, и пошла зимняя война, да. Но мы об этом даже вот как студент с преподавателем могли это всё обсудить, и честь и хвала Николаю Васильевичу, что он не побоялся это делать. Если мы говорим ещё о Николе Васильевиче, я так понимаю, что действительно он мог найти какой-то выход из любого конфликтной ситуации, как дипломат, да. Вот я так понимаю, что, наверное, тоже и в книге нашло это отражение, да, какие-то интересные моменты, да. Ну, я думаю, что два такие момента я хотел бы акцентировать, да. Он работал журналистом, да. Его, ну, я думаю, что там сыграли какие-то семейные, первая его супруга, по-моему, была из семьи репрессированной, что ли, и ему было это самое, хотя он в Академии закончил, но вот его распределили сначала сюда, в Ригу, он на латвийском радио эту редакцию вещаний за рубежом. Возглавлял, да. Возглавлял. А потом вот его направили в Стокгольм, это агентство печать и новости, да, он руководил этим корреспондентским пунктом там. И, видимо, неплохо делал, раз он там 8 лет отработал, да. Он, я даже был удивлен, когда Николай Васильевич умер, даже вот эта Дагенс Нихетер, шведская крупнейшая дневная газета, опубликовала «Некролог», и там было подчеркнуто, что он был председателем ассоциации зарубежных журналистов, проработающих в Швеции. Даже там он среди своих коллег, да, пользовался авторитетом, видимо, да. Это один момент. Второй, что там было сказано, да, в этом «Некрологе» Дагенс Нихетер, что он являлся, ну, чуть ли не другом и теннисным партнером Улафа Павла, не больше, не меньше, да. Это вообще, представляете, да, Советский Союз. Журналист, да. Там журналист и Улаф Пальм, да. Улаф Пальм, это, во-первых, ну, председатель Кабмина, то есть руководитель правительства, да, который мог выбирать для себя любых теннисных партнеров. Выбыл Николай Васильевич, который, я так понимаю, что хорошо владел шведским языком, да? Он перфект. Это тоже было плюсом, ради чего его приглашали на шведское телевидение. И он часто там выступал, и советский, то есть посол Советского Союза, в некоторых случаях, когда очень была сложная ситуация, и надо было как-то... Оно объяснить действия Советского Союза и тогда сенильного политбюро Советского Союза, что они там творят. Почему Солженицын, скажем, выдворили, да? Первая его книга, это про Ивана Васильевича, да? Да. Массовым тиражом вышла, а все последующие, и всё, и его выдворили. И, конечно, там посол прекрасно понимал, что там более-менее, так сказать, нормально будет выглядеть только Николай Васильевич, наверное. И он его просил, чтобы он пошёл объяснить. И я видел вот это интервью, да, как он боролся, как он отстаивал в такой сложной ситуации честь Советского Союза. Представляете, ему первый вопрос был задан. Как вы могли поступить так негуманно, лишить писателя о Родине? Это так же, как бы растению лишить его почвы. И как ответил Николай Васильевич, я за это его уважаю и не перестаю уважать. Он сказал, при этом моментально, как будто он знал, что ему спросят. Что делает крестьянин, когда он на своём поле сорняк увидел? Он его удаляет. И это не негуманное действие. Понимаете? Всё. И теперь тому уже, вот этому шведскому журналисту, очень трудно было продолжать. Он говорит, ну какой же Солженицын сорняк? Он же только критиковал вас. Он говорит, между критикой и критикой есть большая разница, да. У нашей газеты «Правда», почитайте, там много критики, да. И сказал, напомнил, что вот первая книга вышла массовым тиражом, и он выиграл эту дуэль. Представляете, там уже была публика. Это парни, на единственное, это дискуссия. Дискуссия. На шведском языке, да? Да, конечно. И во второй раз, но это я не видел, но это мне пересказали мои коллеги, 81-й год, советская подводная лодка. В этих шведских шведских села на мель. И какой был... Скандал, да. Скандал, шпион, шпионаж. И опять Николай Васильевич одной своей репликой. Но кто же едет шпионить надводном положении с максимальной скоростью? Опять тем нечем крыть было, да. Так что вот за это его можно было уважать. Конечно, он... И я думаю, что многое, что в Латвии, да, ну, моего поколения, и, может быть, и старше, и моложе, помнят его в этой передаче телевизионной «Глобус», да? Да, была замечательная передача, которая, по-моему, ввел какой-то момент и сам Маврик Вульсон, если я не ошибаюсь. Они там были... Там были Август Леденши, Валдемар Херманис и Нейланды, и, конечно, Вулстон, да. И Кесберс там тоже выступал. Вот там он себя очень хорошо зарекомендовал. Но, понимаете, если человек... Хорошо, если он в Латвии, так сказать, выделяется, да, но если он в Швеции выделялся, да... Вот, интересно, не могу вас не спросить, что касаемо Швеции. Я думаю, что это тоже нашло свое отражение вот в этой книге по поводу вот этой шведской модели экономики и, действительно, тех успехов, прежде всего, социальной области, которые она достигла. Я почему спрашиваю? Поскольку несколько лет тому назад у какого-то одного из наших правительств, их очень много у нас сменилось, может быть, это правительство Репши, был взят курс, вот мы должны быть как Скандинавия. Сейчас, правда, об этом уже больше не вспоминают. Только господин Каренч сказал, что вот мы закройте глаза, он сказал на Конгрессе недавно, партийном. А потом, вот мы когда откроем глаза, мы, конечно, хотим жить как в Скандинавии. Вот в чем же секрет этой модели и почему мы можем хоть 10 раз закрыть глаза, откроем, но в Скандинавии у нас пока нет? Да. Вот этот вопрос нас очень с Николаем Васильевичем интересовал. И я, будучи студентом, увлекся этим. А Николай Васильевич моей дипломной работой руководил. Мне дипломная работа называлась 36 лет... Нет. Ну, три политические результаты 36-летнего правления шведской социоандустической партии. Они непрерывно были у власти, да, больше 30 лет. Это феномен. По-моему, никто не повторил его еще. Это феномен, да. Ну, тут надо спрашивать, значит, они каким-то образом симпатии избирателей... Заслужили. ...воевали и смогли удерживать, да. Там же пять пятки в парламенте всегда. И они могли, там, два раза даже больше 50% собрали голосов. А так они где-то под 50% все время, да. Это благодаря чему? Ну, там, видите ли, может быть, я такой небольшой пересказ разговора Улафа Павловна с Николаем Васильевичем, который он, в свою очередь, мне рассказал, да. В какой-то, значит, перерыве теннисного матча, да, Павловна ему как-то сказал, что вы нам напоминаете крестьянина, который, ну, убил, или как это, зарезал свою корову, и теперь жалуетесь, что остались без молока. Мы свою корову хорошо за ней ухаживаем, да, кормим, и она нам дает много хорошего молока, и мы ее, конечно, хорошо доим, да. То есть тут, как говорится, ну, и западные социал-демократы, и российские, и большевики, они ведь оба из капитала Маркса вышли, как бы, да, только те западные социал-демократы решили, да, что можно усовершенствовать капиталистическое общество, реформировать. Не разрушая все до основания. Не разрушая. Вот эту корову оставить надо, да, доить ее надо, да. То есть не национализировать средства производства, а часть прибыли путем прогрессивного налогообложения, да. И это сработало. И это сработало. И я помню одну дискуссию в 1982 год перед парламентским выборами, да, на шведском телевидении. Лов Пауна с одной стороны и буржуазная оппозиция с другой стороны, который такой Ульф Адельсон представлял. И журналист задает, нет, а, дает слово первому Ульфу Адельсону, и он как был, я оценил тогда, что это нокаутирующий удар у Лов Пауна. Как вы можете быть такими негуманными, отобрать у человека 80% его заработанного? И я был шокер, я не знал, что такой высокий этот налог. А Пауна очень так нормально, да, все, ответил. Господин Адельсон, вы взяли экстремальный конец нашей шкалы прогрессивного налогообложения, когда оставшиеся 20% – это миллионы. Неужели вам не хватает для личного пользования 20% – миллионов? И знаете, этому Ульфу Адельсону пришлось, так сказать, покраснеть. Но как он может признаться, да, перед всей этой публикой, что ему мало этого, да. И это, конечно, в принципе, это, по-моему, очень правильный ход мыслей. И я думаю, что, конечно, если оставить вот эту рыночную экономику, капитализм, да, развиваться своим путем, то это очень быстро будет и богаче, да, и нижче, да. Как Маяковский говорит, кому-то бублик, кому-то дырка от бублика. Это точно. И если государство не будет этим путем прогрессивного налогообложения перераспределять из этого пирога, из этого публика, то и будет несправедливое общество. Данис Эмс, на студии. Примерно с ненадолго. Небольшая пауза на рекламу. Не переключайтесь. Да, еще раз добрый день, ассоциированный профессор Левского университета Страдения Данис Зелменес у нас в студии. Вот мы говорим о замечательном, ушедшем уже от нас политике и дипломате, и журналисте Николай Нелленде. Вот и пытаемся вот понять, выучить, если так можно сказать, уроки шведского, я имею в виду вот экономическая модель Швеции. Почему Латвии не получилось пойти по этому скандинавскому пути ни во внешней политике, к примеру, взять за основу Финляндию, ни в социальной сфере, вот как Швеция. Почему? Это связано с тем, что у нас все время у власти право и правительство, или сама модель у нас не совсем правильная, экономическая? Понимаете, я думаю, что вся беда в том, что мы начали, скажем, в начале 90-х годов самостоятельное экономическое развитие с очень даже неплохих стартовых позиций. Я до сих пор помню, как мне один коллега, дипломат немецкий, сказал, что Латвии можно позавидовать, потому что у вас развита и промышленность, развитое сельское хозяйство, и у вас совершенно нет внешних задолженностей. Вам можно просто позавидовать. Ну, понимаете, начиная вот с таких хороших позиций, мы умудрились прийти вот к тому, что где-то в 94-95 году мы потеряли ну где-то 40, ну под 50% нашего волового продукта, половину экономики. Понимаете? И вот этот поворот, ну, во-первых, внешнеполитический поворот, даже спиной к России и лицом к Америке, да, и эти либеральные теории экономические, что рынок – это замечательный, перфектный, так сказать, саморегулирующий механизм, и всё расставит по своим местам, и государство должно отойти в сторону, да. Но это и привело к тому, что, ну, то, что мы имеем. И только благодаря уже приближению к Евросоюзу мы стали слышать, что и наши там вот корифеи, да, стали признавать, что всё-таки за государством есть какие-то функции даже в рыночной экономике, да, и что-то стали поправлять, да. Но, видите, у нас сейчас даже вот мы планируем, да, у нас есть план развития там на шесть лет, да, но только одна беда – никто же там не заглядывает, да. Мы сказали «А», но «Б» никак не можем сказать, да, ведь надо планы не только составлять, но и реализовать. И это, если мы сравниваем, скажем, со Швецией, то, конечно, там очень было, это была рыночная экономика, но с очень, так сказать, существенным вмешательством государства, да, и регулирующие функции государства вот в этом экономическом развитии. Это не значит, что, как я сказал там, да, как Улав Павлов сказал, что они за своей коровой, да, очень ухаживали, да, хорошо кормили, да, и шведский капитал, да, тоже не может жаловаться, потому что, скажем, получает подготовленных рабочих, да, не тратит ни копеечки на это, да, научно-исследовательские, да, все проекты финансируются государством, да, информацию о конъюнктуре на мировых рынках, все бесплатно получают, там много чего получают, и, как ни странно, ведь не покинул крупный капитал в Швеции, да, даже вот при таких, скажем, высоких налогах. И, с другой стороны, ведь если люди видели, да, куда эти налоги, куда эти деньги уходят, да, как это благополучие их растет, да, ну, скажем, ну, для меня это было очень такое сначала удивление, когда я читаю про такие льготы, которым пользуются шведские, скажем, граждане, да, пособие для граждан с невисокими доходами, но большими квартирами. Я не думал, ну, что такое? Это невероятно. Невисокие доходы, так как, черт у тебя, большая квартира. Продай, да. Ну, оказывается, что по шведским нормам, если у вас, скажем, семья из пяти членов, то есть муж, жена и трое детей, и дети, скажем, там есть и мальчики, и девочки, да, то каждому полагается свое помещение. Значит, давайте, будьте добры, вы сами не можете, значит, вам полагается вот это пособие, да. И государство считает своим долгом это спонсировать. Да, 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 так что много там чего, да, и... А вот сейчас у власти тоже находятся социал-демократы, ну, пока не менее номинально, да, и премьер-министр, я так понимаю, сохранил даже после выборов вот этот пост, хотя многие уже думали, что нет. Нынешняя модель шведской социал-демократии, она вообще отличается вот от того, что было при Улове и Пальме? Понимаете, там... Ведь был период, когда социал-демократы, ну, сидели в оппозиции, там, чуть ли не знаю, три этих мандатных периода подряд, потом опять пришли, а потом опять потеряли власть. И я думаю, что им удалось, этим, ну, буржуазным партиям, правым партиям удалось где-то там, ну, немножко отодвинуть, да. Да, но я до сих пор считаю, что это уже вошло в сознание шведского такого среднего Свена Свенсона, да, что ему полагается, да. Я помню, когда я про бравого солдата Швейка, да, читал, там была такая строка, что то правительство, которое повисит цену на пиво, да, упадет на другой день, да. Вот если перевести это на шведскую действительность, правительство, которое будет покопать под эту модель благосостояния, тоже она... Не проживет долго. Не проживет долго, да. Поэтому я думаю, что в основном это все сохранилось там. Но нельзя отрицать и то, что такой блестящей фигуры, как было в Атулах Пальме, там... Больше нет. Нет, к нежелению. А вот как так могло получиться? Я понимаю, что это может быть такой более глубокий анализ, ну, что вот вроде социал-демократов власти в Швеции, а те же отношения с Россией, ну, мягко говоря, неблагоприятные. Всегда все-таки Швеция, ну, как, может быть, и Финляндия, она следовала такому курсу на диалог, да, вот я сейчас не говорил о какой-то дружбе, на диалог, да, вот сейчас, по-моему... Да, хороший вопрос. Я вспомнил, как Николай Васильевич мне так как бы шутя охарактеризовал шведский нейтралитет. Да, мол, Швеция нейтральная страна, но они могут критиковать и Соединенные Штаты, и Советский Союз. Когда они критикуют Советские, то есть Соединенные Штаты, то обязательно надо покритиковать и Советский Союз. Когда критикуют Советский Союз, тогда необязательно критиковать Соединенные Штаты тоже, да. Так что они вроде нейтральные, но симпатии, конечно, на стороне Запада, да. И эти антирусские настроения, я думаю, что это еще, может быть, где-то в спинном мозге сидит у шведа, да, от Северной войны, от Карла XII, да. И шведские матери до сих пор своих сорванцев, да, ну, пугают, да. Русский идет, ну, представляете, сколько столетий прошло. Ну, это, мол, такая страшилка у них еще до сих пор. То есть, веками передается. Веками передается, да. И там интересно, у них в Стокгольме у оперного театра такой скверик, и там стоит памятник Карлу XII, он во весь рост и рукой на восток показывает. И тоже Николай Васильевич рассказывал, что там два, две трактовки этого, да. Идите еще раз туда, но более популярно, туда больше не идите, да. Туда больше не идите, да. Так что, какие такие, особенно вот в буржуазных кругах, они, ведь это Министерство обороны, внешнее, ну, иностранных дел, да, там особенно-то вот эти представители правых, самых правых кругов, да, ну, доминируют, можно сказать, да. Я помню, что тоже это Николай Васильевич, ему Пальмой как-то признался, да, что в доме правительства у него единомышленник может быть только вахтер. Представляете? А вся чиновничья братья, да, она рекретируется из буржуазных партий, да. Это традиция какая-то такая. Но они вроде нейтральны, да, они никак не могут ей вроде противостоять. Но то, что в Швеции много правых, да, и даже экстремистских правых, да, людей, это тоже факт. Вот говоря все-таки, возвращаясь вот к Латвии, сейчас как раз интересный момент происходит, обсуждение в коалиции вот этого проекта бюджета 2020, и нам власти говорят, что это самый такой большой бюджет, и по сравнению вот с бюджетом этого года будет рост доходной части, которая планируется на полмиллиарда, то есть 500 миллионов, казалось бы, ощутимые деньги. Но потом, когда начинают смотреть, они говорят, нет, вы знаете, ну, все-таки медикам мы не можем повысить в том объеме, в котором мы обещали, учителям мы не можем, и этим мы не можем, и этим мы не можем. И я так понимаю, что ни о какой прогрессивности налоговой системы пока тоже речи не идет. Вот с чем это связано? Это какое-то неумение или недоверие вот какой-то, не знаю, той же социальной модели экономики? Ну, понимаете, это наш бюджет, это Трошкин-Кафтан, да. Он, к сожалению, на всех не хватает. И, ну, мы ведь помним, да, когда наш стратегический партнер, Соединенные Штаты, сказали, а ну-ка давайте 2% платить в нас. На баллон, да. Нашлись деньги, нашлись сразу, моментально. В принципе, найти и положить, да. Моментально, да. А вот учителям, да, и врачам, и медсестрам, да, ну, как-то не находятся. Это тут тоже своя специфика, да. Но нельзя отрицать и то, что мы, у нас очень дорогое госуправление, да. Мы когда-то еще в 94-м, 95-м году, помню, когда Марис Гайлес был министром реформ, при нем сделали реформу госуправления, когда министерство определяет политику, а эту политику реализует в жизнь агентство. Агентство. Да, и таких агентств у нас, знаете, сколько, да, я не точные цифры боюсь сейчас назвать, но этот чиновничий аппарат армии, у нас она больше, чем, если сравнивать с другими странами Евросоюза, она больше, да, на 10 тысяч, скажем, населения, сколько у нас чиновников, да. И ничего в этом плане не меняется, да? Нет, к сожалению, нет. А ведь это огромные расходы. А это ведь электорат, электорат этих правых партий, да. Поэтому они боятся чиновников. Они его не трогают, да, и, ну, поэтому, и нельзя ведь тоже не видеть тоже то, что у нас ведь сокращается население, значит, тот же самый, как это, ПВН наш по-латыски, это... НДС, наукно-добавленную систему. НДС, да, ведь если меньше людей, то меньше и покупок, да, и в государственной казну доходов от НДС, да, меньше поступает. Ну, я думаю, что этот трошкин кафтан, он продолжает сокращаться, да, и неудивительно, что... Если, ну, в то же самое время, как интересно, да, у нас выросло, правда, не очень-то еще, мы еще Литву и Эстонию не догнали, но минимальная зарплата выросла. А почему? Потому что у чиновников зарплата – это коэффициент от минимальной зарплаты, понимаете? И им выгодно, чтобы она росла, да? Она выгодна им очень, да, и поэтому все, и они очень все довольны. Да, но самое главное, что вот мы не думаем, как развивать реальность сектора экономики, да, вот, как привлекать инвестиции, как производство развивать, то есть у нас ничего в этом плане, ничего не происходит. Ну, к сожалению, я не знаю, я даже вот не могу понять до конца то, что у нас в банковском секторе случилось, да, я думаю, что министру финансов надо было горой стоять и защищать банки, да, мы наоборот, что у нас все так плохо, что мы самые чуть не плохие, так сказать, во всем мире в банковском бизнесе, да. И мы закрываем один банк за другой. Самые грязные деньги, оказывается, это у нас? Ну, я сомневаюсь, я знаю, что штат Делавер в Соединенных Штатах, это тоже штат, где все эти офшоры расцветают до сих пор, да? Да, и главное, самое интересное, что сначала нам говорили, что вот из Латвии ушло из-за этой борьбы с нерезидентами больше 11 миллиардов евро, и говорят, нет, это на экономику Латвии не повлияет, но мы же видим, что это влияет даже в цифрах, это и не может не влиять. Я думаю, что будет происходить, мы еще не то увидим, как они... То есть вы думаете, что экономика будет дальше провисать? Очень, очень, во-первых, будет драка, да, между этими партиями, да, как они там примут этот закон о бюджете, и во-вторых, я думаю, что им не достает средства. Они вроде... И ведь, понимаете, обычно, что не хватает денежки, да, ну так какой-то заем берем, да? Конечно. А если у нас и так 11 миллиардов внешний долг, да? Куда мы еще можем брать, да? Ну, может быть, нам еще дадут, но... Кто будет отдавать, да? Кто будет отдавать, да. Да, может быть, в завершении, так вот время эфира быстро идет, может быть, завершим с того, с чего мы начали, по поводу Николая Васильевича Нейланда, которому вы посвятили свою книгу, которая так и называется, «Диалоги с Николаем Нейландом». Все-таки вот на ваш взгляд, если бы вас спросили, что бы наши сегодняшние политики, может быть, дипломаты, какие бы уроки вот от Николая Васильевича могли бы вот извлечь? Что вот, какие, может быть, его наследия, скажем так? Ой, есть книга, она вышла в 2004 году, это Балтийский форум издал, и там есть статья Николая Васильевича Нейланда про внешнюю политику Латвии. Это, оказалось, последняя его статья, его жизнь, и в чем-то она, как бы, я ее также трактую как, ну, как это сказать, ну... Завещание какое-то политическое. О, завещание, внешнеполитическое завещание, да, латвийскому МИДу, да. И там можно найти все, что требуется для здоровой, нормальной, отвечающей интересам латвии внешней политики. И, к сожалению, да, мы от этой линии, к сожалению, отклонились. И у нас она... К сожалению, я думаю, ну, по крайней мере, в отношении России она тупиковая. Но это нам экономически, конечно, будет довольно болезненно. Мы уже видим, что творится с портами. Да. Что творится с железной дорогой, кстати говоря. Это, видимо, видимо, все, все нам... Но этого могло не быть, мы могли этого избегать, если мы построили правильные отношения с Россией. Там у Николая Васильевича в этой статье есть. Ну, Россия для Латвии что? Враг? Друг? Партнер? Нет, у Николая Васильевича ясный ответ. Нет, партнер. И другого не будет у Латвии. Латвия же не остров, да, который плавит в Каяне. У нас постоянно, это наше геополитическое место, да. И надо пользоваться этим местом. И надо думать, как этот диалог отношения на Латвии. Выгодно. Вот у финнов надо учиться, ну. Да, здесь, я думаю, что сложно поспорить с Николая Васильевичем. Я думаю, замечательно, что такая книга вышла. И, во-первых, я думаю, она будет интересна современникам, тем, кто жил в это время. Но я думаю, что нам будет интересно и, может быть, даже студентам, чтобы вообще понять, вот, как мы пришли даже к той же независимости, как это все было. Потому что сейчас такой упрощенный вариант нам преподносит. Вот там вот были какие-то движения за независимость, и они все победили. Да, на самом деле это были цепочка целых сложных политических и исторических процессов. Даня Зелминс у нас был в студии, и большое спасибо.